Итак, господа, ну что же, всем привет! Тест Синолинз, точнее Синолин Линз H1 Ребят, новинка P4 вышла под линзы в ваш первом сегменте Вы давно просили что-нибудь новое в линзы Окей, нади, пожалуйста, линзы Синолин, синолиновские линзы Кстати, зарекомендовали себя великолепно, друзья Это не реклама фирмы, мы с ней сотрудничаем Они реально кайфовые, за свои бабки Это прям металлоотражатель, шторка, все дела Устанавливается под гаечку То есть вот гаечка запакованная, новая, все с ней хорошо Ребята, и большой вопрос Вот в это отверстие, чего бы туда запихнуть Потому что есть линзы, допустим, Marimoto Mini У которых вот тут вот отверстия еще меньше, друзья Еще прям вообще узко Но синолин, синолинзы вообще отличная тема Вообще, ребят, ставим их давно уже Подбираем людям Люди довольны С H1 лампами F16 С H1 лампами P1, друзья Великолепно Bravia 16 даже в этой линзе светит Ребят, это просто потрясающий конфиг Отражатель хороший, шторка хорошая Все, поставили, поехали Никаких проблем, ребята, тем более под гаечку это сами поставите Масочку одели Правда, 2,5 дюйма Не так уж много, но и немало Честно, после галогена Вот это с новыми лампами О, ребят И самое важное Самое важное Когда вы ставите линзу и устанавливаете туда светодиодные лампы Кто бы там что ни говорил Вот там я, ксенон Ксенон спалит эту линзу Ну, за год это краями Галоген и того быстрее, друзья А диоды, диодные лампы Сохранят эту линзу Что важно То есть вы один раз разобрали фару Собрали все с линзой Воткнули лампу И помчали, друзья мои Дальше колесить по просторам Естественно, отполировали Естественно, пленочка или лак Но самое важное Что потом линза вечная Практически вечная, друзья Потому что нагрев лампы светодиодной В 2-3 раза меньше, чем у галогена И примерно там так же с ксеноном, если сравнивать Поэтому диодная лампа гораздо практичнее Итак, друзья P1 Я вам сказал, что новинка P1 Мы с вами как-то уже снимали тест Вы смотрели, мы снимали специально для вас, ребят С этими же самыми линзами И там у нас что было? То, что мы давно уже подбираем Лампы F16, ребят Если вам интересно, бога ради Я вам оставлю ссылочку Вы посмотрите про то, что они по характеристикам Ну, цвет 6500 Они все сегодня в цвете 6500 Просто есть, допустим, P1, которая потеплее Есть F16 А F16 это прям холодный белый кайфовый свет Есть отверстие Соответственно, берем и вытыкаем Вытыкаем Пробуем сюда запихнуть Не получается у нас Переворачиваем Переворачиваем И опаньки Друзья мои Все вошло Все отлично Все хорошо Все установлено То есть в определенном моменте Лампа входит Иногда, иногда бывает Что надо лампочку обточить То есть не линзу растачивать, друзья А лампочку Соответственно Что вы делаете Если у вас она не входит Вот это вот Вот это вот Вот это корпус лампы То есть он именно Какого-то, знаете, такого Физики какой-то не несет В плане того, что если вдруг Обточить вот здесь сторону И вот здесь И вот здесь Вот здесь То есть вот это вот Толщину взять И чуть-чуть сократить Вы никоим образом не нарушите Ни гарантию Ни чем Ну, по крайней мере, у нас То есть если у вас она не входит В принципе, можно чуть-чуть ее подточить Проблем никаких не будет Это не нарушит какие-то охлаждающие свойства Нет, ни в коем случае Лампа также будет работать Если что, мы ее поменяем Если вдруг она сдохнет Ну и что у нас Довольно-таки небольшой кулерочек Ну, как небольшой Большой по сравнению с Брайве 16 И вот такой вот конфиг Это F16 лампы, друзья Дальше, значит Что мы еще пихнем в эту же самую линзу Лампы P1 Ну, тоже себя зарекомендовали Очень круто Они безумно тонкие Единственное, драйвер охрененно здоровый А так вот Вот это вот Вообще тончайшее Это вот Ребят, вы можете поставить Можете ее там крутить Хоть обкрутиться Она прям в этой линзе вращается Действительно, очень крутая штука Лампы P1 То F16 Это P1 И это у нас Дафкнайт, друзья Также все характеристики На эти лампы Есть в тесте Про H7 лампы Есть в тесте Там Чего мы еще снимали с ними Да, по-моему, только H7 Вот и снимали И H1 То есть я там уже подробно рассказывал Поэтому заострять именно внимание На технических характеристиках Смысла я не вижу И новиночка, друзья мои Новиночка от P От довкна Я прошу прощения В P4 Соколе Итак, вот так эта штука выглядит Сейчас мы линзу положим Вот так эта штука выглядит Маленький комфортный драйвер Действительно компактный Комфортный Выходят провода в одну сторону Здесь очень плотная штучечка Такая вот фиксация Прям хорошая резиновая Огромный охладитель На самом деле То есть если сравнивать с P1 Охлаждение больше, друзья Ну и в принципе смотреть Вот она Потолще Да, она прям потолще Но хотя вот если Ширину смотреть Ребят P1 даже шире Хотя она вращается в линзе Но вот за счет того Что здесь она больше Соответственно Она уже в линзе Вращаться не будет У P1 есть направляйки Здесь направляючек Вот тут на цоколе Вот этих вот точечек Ребятки мои нет Так, если сравним с F16 лампой Смотрим, да Вот они уже похожи Друг с дружкой Тоже нет направляек У F16 кулер как-то побольше И лопастей побольше Ну тут лопасти побольше Сами по себе лопасти Да, тут их просто Самих физически больше Ну а так Алюминий, алюминий, алюминий Драйверочки небольшие Ну и так Здесь чипов по 6 С каждой стороны Здесь по 3 В принципе Вот эта лампа Побратим лампе F3 Поэтому вот F3 Вот в линзу Ну никак И если очень хочется Ребята То можно вот оно Или P1 Но P1 это дорого Это 6000 комплекта Эти 4500 Ребят И смотрим Значит Самый главный вопрос А войдет ли А со свистом Пожалуйста Друзья мои Олнэстю Покрутить Конечно не получится Но вот Чуть-чуть Повращать Право-лево Чуть-чуть можно Но это не нужно То есть проводом вниз Или проводом вверх В принципе Все Прикольно Прикольно Надо будет смотреть Как светит А так Входит абсолютно спокойно Линза Синолин Друзья Стандартное отверстие Под ксенон Потому что это Бексенонки И короче Вот посмотрим Потому что Заявляется Здесь у нас 45 ватт 20 тысяч люмин 45 на одну Естественно Лампу 20 тысяч люмин На пару То есть 90 ватт на пару 20 тысяч люмин На пару 6000к Короче Вот какая-то Такая штука В общем Сегодня Тест холодного света В линзах Аж один Ребят И потом Не спрашивайте А что можно Туда подобрать А что вы порекомендуете Ну возьмите Включите видео И посмотрите Все же есть Все наглядно Что подходит Как это подходит И как это светит Друзья Переходим К самому Тесту Сегодня я буду Все делать Вот так вот У меня оператор Будет значит Снимать А я буду Функционально делать Руки кривенькие Господа Не переживаем Все будет хорошо Итак С чего Мы с вами Начнем Самое кайфовое У нас Кто Правильно П1 Господа Вот Соответственно Берем Линзу Синолинзу Берем Значит П Первую Лампочку Вставляем У нас здесь есть Направляюшки Прижимаем Пальчиком Господа А лучше Двумя Соответственно Мы ее сможем Покрутить Подключаемся Коннектимся И значит Смотрим Это П1 Ребят Ну Смотрите Офигенно Яркая СТГ Просто Шикарная Заливка Равнейшая Свет Пеневая Граница И она Великолепна Друзья Но это П1 То есть Тут Бесспорно Она Лидер Она Топ Она Офигенно Еще и Цвет Теплый Да Ну Супер На самом деле Супер Теперь Давайте Александр Переведем Вон туда Ну И как бы Еще Конечно Светло Ярко Но Заливка Великолепная То есть На сегодняшний день Получается Просто Вообще Огонь Ну Прям Хорошо Не сильно Темно Но уже Видно Что Света Прям Много Прям Много Света Свет Хороший Качественный Классный Давайте Посмотрим Теперь Другие Лампы Ребят F16 Лампа Теперь F16 Лампа Вот так Она Выглядит Она Не Всегда Встает Но Друзья Мои Все С ней Отлично Итак Александр Давайте Переводить И погнали Смотреть Что Может F16 Ну Друзья Похолоднее Попроще Световой Поток СТГ Ровнейшая Заливка Также Прекрасная Причем Вот П1 Можно Еще Повращать Это Вы Уже Не Повращаете Но Свет Поменьше Его И он Чуть Потуснее То есть F16 Светит Да Круто Но Разницу Видно Прямо Она Очевидна Действительно Друзья И Прямо Вот F16 Попроще Смотрится Заливка Все таки У П1 Поинтереснее Так Теперь Давайте В коридор Александр Если П1 Очертания Прям Были Видны Хорошо И Четенько То Здесь У нас Немножечко Есть Света Да Поменьше Хотя И ценник Подешевле Ну Ну Что Ребят И Теперь П4 Самая Вот Новая Лампа Самая Интересная На Сегодняшний День Как Засветит Она То есть Мы Посмотрели Те Лампы Которые Действительно Уже Зарекомендовали Для себя А Теперь Будем Смотреть То Что Есть Новое То А Стоит Ли Вообще Что Либо Привозить Новое Когда Есть F16 Когда Есть П1 То Зачем Да Но Сейчас Мы Фиксируем П4 Подключаемся Саш Давай Туда Переводимся Так Ну Она Вставлена Великолепная Света Теневая Граница Равнейшая Конечно Можно Чуть Чуть Подкрутить Сейчас Мы ее Начнем Запитаем Я думаю Ее Можно Чуть Чуть Вот Так Вот Прям Поймать Да Вот Отлично Отлично Расстояние Между Верхом И Низом Уменьшилось То есть Вот Нижней Точкой Верхней Оно Уменьшилось По Яркости Ну Что-то Золотая Середина Между F16 И P4 По Насыщенности Классная Лампа Действительно Друзья Очень Классная Хорошая Лампа Вот Этот Вот Синий Такой Есть Засвет Как На Ксеноне Интересный Достаточно Но По Яркости Прям Хорошо То есть Ярче Чем F16 Но ДП1 Конечно Не Дотягивает Александр Давайте Еще Туда Переведем Ну И Да Да Она Лучше Чем Непосредственно F16 Но ДП1 Ей Конечно Далековато Поэтому Классная Лампа Яркая Мощная Вопросов К ней Нет Очередная Штучка Но Блин Ребят Конечно Не Дотягивает До П1 То есть До Самой Топовой И Классной Лампы Линзы Итак Друзья Ну Что Ж Вот В таком Новом Формате Я думаю Мы И Продолжим Снимать Видео То есть Я Все Своими Руками Буду Делать Показывать Вам Друзья И Выводы Какие Говорить По Итогу Потому Что Оператора Наконец Нашли То есть Есть Человек Ответственный За камеры Если Вдруг Что То Не Получится Мы С него Потом Спросим В плане Съемки А так Ребят Что Хотелось Бы Сказать В конце Ну Классные Лампы На самом Друзья Узенькие Компактные Аккуратные П4 Она Гораздо Уже Чем F16 Она Туда Залетает Вообще Со Свистом П1 Самая Узкая Ну И В принципе По Градации Обвинять Тут Нельзя Потому Что Мы Тестим И Рассказываем Своё Мнение Так Вот Друзья Самая Яркая Все Таки Остается P1 То есть Это Прям Вот Самый Топ Без Всяких Вопросов На Второе Место Чуть Попроще P4 Становится Потому Что Все Таки Чипы Сопоставимы Как У P1 Или F3 И F16 Замыкает Этот ряд Хотя В принципе Тоже Очень Классная Штука Опять же Друзья Если Вы Будете Спрашивать В чем Тогда Разница Если Цена Одинаковая Между P4 И F16 Друзья F16 Можно В подкапотку P4 В подкапотку Нежелательно Поэтому Вот Такая Вот Штука Вот Все Показали Как Могли Все Стандартно Поэтому Друзья Ставьте Лайк Подписывайтесь На наш Интернет Канал Символ Колокольчика Не Забывайте И пишите Свои Комментарии Задавайте Вопросы Постараемся На все На них Ответить С вами Были Вовка Про Автолет Город Воронеж Пока Друзья Пока До новых встреч